Всем привет! Это Спортобзор и я его ведущая Кристина Латам. В ближайшие 20 минут о самых интересных спортивных событиях недели в регионе. На этой неделе наша съемочная группа побывала на тренировке новоселов. Игроки сибирских снайперов, молодежные хоккейные команды региона первыми переехали на новую Сибирь-арену. И именно там начали подготовку к сезону МХЛ. Звук щелчков по шайбам эхом разносится на арене. Трибуны пустые. Лишь тренерские штабы и руководство клуба наблюдают за работой хоккеистов. Совсем скоро здесь закипит жизнь. Сейчас же команда только обустраивается на новом месте. Снайперы переехали сюда из старого ЛДС всего три дня назад. Арена впечатляет своим масштабом, особенно если сравнивать с прошлым ЛДС. Все по-новому сделано в красивых цветах, раздевалки стали лучше, многое изменилось. Ну и всегда приятно переезжать во что-то новое, современное. Когда просто смотришь вверх, столько трибун, еще клуб добавили наконец-то. Ну не знаю, мне лично это нравится. И в целом, когда просто даже со стороны смотришь на арену, еще когда не пришел на нее, то тоже по сравнению с старым ЛДСом это впечатляет. Оценили игроки и лед. Говорят, даже в жару он хорошего качества. Правда, тренироваться здесь команда будет недолго. Через пару дней снайперы уезжают на сборы в Белоруссию. Там пройдет основной этап подготовки. Мы протестили ребят, посмотрели их нынешнее состояние. В целом оно хорошее, нам понравилось. То есть ребята летом не отдыхали, а тренировались как нужно. Сейчас будем заниматься льдом и, скажем, продолжать развивать силу. Сейчас, в принципе, нам задача посмотреть новеньких ребят, которые пришли в команду. Их не так много, но со школы. И заложить фундамент на сезон. В новом сезоне МХЛ. Сибирские снайперы играют в золотом дивизионе, а не серебряном. Это значит, будет больше матчей с лучшими молодежными командами страны. Да, другой уровень, уже и другая ответственность воспринимают нас уже по-другому. Не как, скажем так, андердогов, как в том году, а уже более серьезно к нам подходят. Первая проверка команды, да и новой арены в целом. Предсезонный турнир памяти Александра Белосохова в конце августа. Сюда с удовольствием все поедут. Новая арена и для гостей созданы все условия. Сергей Николаевич показал дворец так. Ну, конечно, рады, рады, что нам выпала опять честь. И в Омске открыли дворец здесь. Поэтому ждем болельщиков. Вслед за молодежкой на арену переезжает персонал клуба. А в 20-х числах июля в новый дом заедет и главная хоккейная команда региона «Сибирь». Старый ледовый дворец на улице Богдана Хмельницкого после переезда команд стоять пустым не будет. Теперь он полностью отдан спортивной школе «Сибирь». Это значит, времени и возможности для тренировок на льду у ее воспитанников станет больше. Основная ставка здесь будет сделана на нашу школу. Все-таки огромное количество возрастов, большое количество ребятишек, 300 человек обучающихся в рамках спортивной подготовки. Я считаю, это очень хороший посыл для дальнейшего и динамичного развития детского хоккея на территории Новосибирской области непосредственно в городе Новосибирске. Также расширится интернат хоккейной школы. Под его нужды переоборудуют гостиницу в здании ЛДС «Сибирь», которая ранее использовалась взрослой командой. Такой ход позволит талантливым мальчишкам из разных районов области переезжать в город и тренироваться в лучшей спортшколе Сибирского федерального округа. Кроме того, в новом году планируют открыть в школе «Сибирь» отделение для девочек. Руководить спортивной школой теперь будет Лев Крутохвостов. В прошлом хороший игрок, который выступал за Сибирь в начале 2000-х, а после долго и успешно руководил детской юношеской хоккейной школой Коченевского района. Он представил коллективу свою концепцию развития и предложил некоторые изменения в плане подготовки юных игроков. Например, более пристальный контроль за каждым хоккеистом со стороны врачей и повышение динамичности тренировок. Делать им хор будем на индивидуальное развитие игрока. То есть мы видим, если ребенок способен, если у него все получается, если у него есть желание. То есть да, вот как раз тренеры по физподготовке, тренеры на льду, вплоть до индивидуальной программы будет составляться. Если хоккеисты из отпуска только выходят, игроки футбольной команды Новосибирск уже стартуют в новом сезоне. Первый матч 16 июля. В межсезонье в Новосибирске было много изменений и весьма громких. Руководит клубом теперь Алексей Толоконский, спортивный функционер с большим опытом. А тренирует основную команду Алексей Медведев. Личность для новосибирского футбола на самом деле легендарная. Сегодня они оба гости нашей студии. Добрый день и как я понимаю для вас обоих футбольный клуб Новосибирск это такой новый вызов в карьере. Добрый день. Да, добрый день. Действительно для меня это новый вызов был и есть. Ну интересный очень вызов. Я с большим удовольствием принял предложение. Ответственное предложение, постответственное. Но тем не менее надеюсь, что своей работой и работой всего нашего коллектива мы сможем сделать много хороших дел. И новосибирский футбол вернется в повестку дня положительную, интересную, с хорошими результатами и вниманием болельщиков, что самое главное. Ну для меня тоже многое связывает с городом, с командой. Много приятных воспоминаний. Но это было уже достаточно давно, и это я был игроком. А сейчас уже в качестве тренера, конечно, это и большая ответственность, и так у меня и волнение присутствует. Ну, конечно, долго не раздумывал, и поэтому сразу принял приглашение. Постараюсь максимально помочь команде добиться тоже максимальных целей и подниматься только вверх. Почему долго не думали? Потому что где-то чувство ностальгии, или все-таки понимали задачи, которые перед вами стоят, то, что они амбициозные? Ну, задачи, да, амбициозные. Ну и вообще, я говорю, клуб родной. Почему? Потому что, ну, я говорю, очень много положительных эмоций, много чего добились, достигли. Тогда и выход в премьер-лигу был, и в Еврокубке, вот, и много осталось друзей. И поэтому все это время уже не получалось 10 лет приехать в Новосибирск. Вот, но за командой следил, и, конечно, расстраивался после вылета уже с первого дивизиона во второй, что из года в год, к сожалению, не получалось вернуться. Вот, ну, это и расстраивало, и переживал. Но, ну, опять же, это надо было понимание, что с каждым годом ожидания эти, они только возрастают. Поэтому и ответственность сейчас больше, и спрос больше от болельщиков. Они уже заждались, соскучились, поэтому оно такое, терпение-то оно не бесконечное. Поэтому понимаю, что все это непросто будет, но если не пробовать, то вообще тогда ничего не получится. Алексей, вопрос к вам. Наверное, вы сможете объяснить ту ситуацию, которая сложилась, потому что после начала сезона был объявлен другой главный тренер, не Алексей Медведев. Почему случилась эта перестановка, и почему все-таки выбор пал на Алексея Медведева? Ну, это отчасти была некая несогласованность, действия уже предыдущего руководства, и мой приход достаточно неожиданный, да, все это в считанные дни решался вопрос. Поэтому было мнение такое, что нужен тренер команде, который все-таки душой, своей историей связан. Потому что можно действительно было выбирать каких-то известных, амбициозных, но никакой выбор нас не гарантировал бы результата спортивного. И все-таки хотелось бы стартовать с того, что создавать хороший коллектив, микроклимат. А это возможно, на наш взгляд, только с тренером, который неравнодушен городу, неравнодушен команде. Вот поэтому Алексей Сергеевич, ну, под эти все критерии подходит, и просто разговор даже с ним, и его реакция ответная, она сразу давала понять, что есть желание, есть уверенность, нет боязни там идти вперед, вот решать какие-то сложные задачи. Поэтому принято было решение все-таки с тем тренером расставаться, да, и начинать с чистого листа, так называемого, и двигаться вперед. Вы не так давно в роли директора клуба, но имеете опыт за плечами управления мини-футбольным клубом. Вот отличается ли управление там и работа в большом футболе? И в чем в первую очередь? Ну, наверное, отличается в первую очередь масштабами все-таки и коллектива, и лига немножко другая. То есть мини-футбол, он более узкая такая, ниша футбольная, меньше футболистов, меньше команд и так далее. Здесь, как мне показалось на первый взгляд, ну, необходимы небольшие еще перестройки, донастройки коллектива, потому что это должен быть единый кулак. Не только спортсмены и тренерский штаб, но и административные, бухгалтерия, пиар-службы и так далее. Вот все должны слиться в один коллектив и быть единым целым. Вот много работы было за этот месяц, как пришли? Много и на самом деле очень сильно мелочей, которые пока не позволяют каким-то стратегическим вопросам подступаться. Мне бы очень хотелось, чтобы мы министру спорта, общественности, спортивной представили некий план развития не только клуба самого, но и в целом футбольной семьи, детских школ, подготовки резерва. Поэтому первый месяц ушел на запуск тренировочного процесса, срочное комплектование команды, решение различных финансовых и организационных вопросов. А как ваши первые недели в клубе прошли? Ну, скажем так, мягко говоря, в таком-то цейтноте сумасшедшем. Вот, потому что вот завтра будет три недели только, как мне поступил звонок от Алексея Викторовича с предложением возглавить. И все это оперативно было. Причем я так немножко опешил, когда мне Алексей Викторович, когда я сказал свое согласие, дал. И он говорит, ну, это был обед, где-то время обеденное. И он говорит, а вечер уже сможешь вылететь? Вот, сразу. Вот, и я попросил пару дней. Поэтому тут сейчас вот две недели, они такие, как бы, все прям бегом-бегом. Но это, опять же, это ни в коем случае, что я там какие-то оправдания, нет. Постараемся, скажем так, нашим болельщикам уже в ближайшее воскресенье предоставить такой интересный продукт, который интересно смотреть, который будет, ну, привлекать болельщиков на трибуны. Вопрос по предстоящему сезону. После реформы во второй лиге сложнее стало пробиться в ФНЛ? На мой взгляд, безусловно, сложнее. И новый формат лиги, он подразумевает, что мы попали в пул сильных, крепких коллективов, мастеровитых и с финансовыми хорошими возможностями. Поэтому, конечно, по сравнению с предыдущими годами задача усложняется. Но, на самом деле, наверное, с точки зрения развития клуба, это и неплохо. Если мы хотим быть в ФНЛ, как минимум, а может даже и потом мечтать о премьер-лиге, мы должны готовиться, проходя как раз испытания в сильной конкурентной среде. Но сейчас, как я понимаю, попали в серебряную группу, и чтобы бороться за путевку в ФНЛ, надо еще суметь попасть в золотую. Это такой формат? Да, действительно такой формат. До конца осенней части надо попасть в четверку. Эта четверка переходит уже в весенней части в золотую группу, откуда прямая дорога, непростая, но прямая дорога уже в ФНЛ. Поэтому мы договорились с командой, что пошагово идем, цели ставим, то есть далеко не заглядываем. Вот задача спортивная именно такая, попасть в четверку лучших серебряной группы, но при этом не забывать о таких базовых стратегических задачах. То есть мы строим команду не однодневку, мы строим команду, которая должна постепенно расти, крепнуть и добиваться результатов не сиюминутных, а все-таки в какой-то долгосрочной перспективе. Да, соглашусь с Алексеем Викторовичем. Со спортивной точки зрения это только со знаком плюс, то что уровень возрос. Нету явных аутсайдеров, он где-то сейчас уровень усредненный такой. Но и зато каждый матч это такое равных соперников, где, скажем так, каждый матч как финал. Поэтому интерес, я думаю, будет такой серьезный. Еще я видела, что проводили встречи с болельщиками и с представителями фан-движения. Вернуть людей на стадион это главная задача сейчас, которая стоит перед клубом? Да, действительно. То есть победы, спортивный результат это все-таки какая-то в периоде надо показать. А хотелось бы с первого дня, с первого тура работать на задачи вернуть болельщика. У нас спортивный город, у нас хороший болельщик. Не только фан-движения, но и такой обычный, и с семьями ходят люди. Поэтому я вот всему коллективу сказал, давайте спортивный результат этот спортивный. Параллельно мы работаем над возвращением. И даже если у нас будут какие-то неудачи на поле, болельщик должен уходить с трибуны. Но все равно понимая, что команда это нашего города, команда, что она билась за очки, за победу до последнего, тогда в любом случае это будет движение вперед. Без неудач не бывает. Но внимание и отношение болельщиков это главное лакомство, бумажка, на мой взгляд, нашей работы. Еще на этой же встрече с представителями фан-движения обсуждали вопрос о переименовании клуба. Это действительно так важно для болельщиков и возможно ли это сделать? И как это сделать? Сам, как и болельщик, и любитель этого вида спорта, тоже считаю, что должна быть у клуба душа, история, традиции. Поэтому, как мне кажется, то, что мы недавно создавали новый клуб с новым названием, это были вынужденные меры, так скажем, финансовые, организационные. Хочется спросить у любителей футбола мнение, безусловно, и все-таки прийти к тому, чтобы вернуться к истории. Это важно для ветеранов наших, это важно для поколений, кто ходил 10, 15, 20 лет назад. Для тех, кто видел своими глазами выход в премьер-лигу и Еврокубки. Поэтому сегодняшнее название, оно не связано с этой историей. То есть, я думаю, что, наверное, вот эти изменения пойдут тоже на пользу к дальнейшему развитию клуба. Спасибо большое, что пришли к нам в гости и удачи вам в сезоне. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Всегда, как говорится, к вашим услугам. Зовите. Медали в плавании, медали в стендовой стрельбе, медали в волейболе. На этой неделе новосибирцы показали хорошие результаты в самых разных видах спорта. Подробнее в нашем дайджесте. Очередное золото в стендовой стрельбе привезла в Новосибирск Надежда Коновалова. Она стала победительницей на всероссийских соревнованиях, на этот раз выиграв турнир в Кургане. В упражнении скид новосибирская спортсменка поразила 32 мишени, в то время как у ее ближайшей конкурентки только 21. Это вторая золотая медаль Коноваловой за лето. Три недели назад она выиграла чемпионат России, который проходил в Подмосковье. Стартовало первенство страны у пловцов. И там в первый же день у нашей команды золото. Его завоевала Дарья Зарубенкова на дистанции 200 метров на спине. Девушка блестяще обошла на последней 50-метровке соперницы и финишировала первая с результатом 2 минуты 15,48 секунды. Зарубенкова опередила свою ближайшую конкурентку почти на секунду. Первенство России в этом году принимает Пенза. Всего там будет разыграно 42 комплекта медалей. Два серебра в грибном слаломе Полина Якуба завоевала его в Тюмени на первенстве страны. А Мария Попова в рамках турнира «Юность России», который проходил параллельно. Там участвовали спортсмены до 15 лет. Обе девушки чисто прошли свои дистанции и совсем немного отстали от победительниц. В состязании парней на коной-одиночках, смешанном дуэте и экстрим-слалами новосибирцы вошли в десятку сильнейших. По совокупности результатов наша команда заняла седьмое место. Для сравнения, в прошлом году новосибирцы были шестнадцатые. Такой же результат два серебра показали и волейболисты-пляжники на чемпионате России среди глухих и слабослышащих. В мужском турнире медаль у пары синельников-шуваев, у женщин на пьедестал поднялись Шевлякова и Лавриненко. Сразу после чемпионата новосибирцы отправились на сборы для подготовки к летним играм сурдолимпийцев «Мы вместе спорт». В Ордынском завершилось крупнейшее событие лета в сельском спорте – спартакиада муниципальных образований Новосибирской области. Атлеты со всех районов региона состязались в различных дисциплинах, в том числе довольно специфических. Как, например, виртуозное вождение трактора или сборка доильного аппарата. Как это было, смотрите далее. Выкосить полсотки пшеницы – главная задача участников состязания косарей. Чем быстрее, тем лучше. За стебли выше пяти сантиметров – штраф. А вот за козьбу в традиционном русском костюме напротив начисляют дополнительные баллы. Как показывает практика, управляться с косой непросто. Это было очень трудно. Я занимаюсь лёгкой атлетикой. Даже для меня это было тяжелее, чем бегать. То есть до этого вы ни разу не косили или вы тренировались как-то перед соревнованиями? Да, перед соревнованиями мы тренировались, но не так часто. Ну, чуть-чуть, маленько опыт такой появился. А вот за трактор без должной подготовки не сядешь. И тут только опытные участники. И тут, пожалуй, произошла одна из главных сенсаций спартакиады. Победу в женском зачете праздновала представительница Убинского района Наталья Супченко. Ещё одна сельская дисциплина – состязание дояров. Есть и более привычные всем виды спорта. Лёгкая атлетика, стритбол, волейбол и мини-футбол. Мы очень настроены сюда ехали. И как бы очень нам хотелось выиграть наконец всё. Ни разу мы ещё не выигрывали. Насколько я знаю, в летние спартакиады мы даже ещё в тройку не входили. Первый раз мы сейчас третье место заняли вообще в истории. Поэтому результат есть, но будем работать над ним. Спартакиада – это мини-версия сельских игр. Многие дисциплины в соревнованиях одинаковые. Но есть те, что не встретишь на областной олимпиаде. Например, мини-лапта. Но главное отличие в участниках. На сельских играх сборные районов. А тут в каждом виде команды отдельных сельских поселений. Соревнования долгожданные. Из-за пандемии между 9-й и 10-й спартакиадой был перерыв 4 года. Сельские игры, либо спартакиада муниципальных образований – это особенный старт в календаре Минспорта Новосибирской области. Почему? Потому что практически все муниципалы здесь принимают участие. Только на финале более 700 спортсменов, 30 муниципальных образований. И все, безусловно, хотят победить. После первых двух соревновательных дней лидерство захватил Новосибирский район. Но последние старты полностью изменили ситуацию. В итоге победу праздновала команда Черепановского района. Новосибирский на втором месте. А замкнул тройку лидеров спартакиады Машковский район. Следите за спортивной жизнью региона каждый день вместе с программой «Спортобзор». Ну а главные события мы уже через неделю вновь обсудим вместе в нашем итоговом выпуске. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok